Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы записываем серию бесед, вопросы и ответы. Общее название это «Во свете Библии». Это синодальное издание 1876 года, полная Библия, открытым оком. Вот брат Игорь Добунов приносит вопросы, и мы их озвучиваем. Это в основном из интернета, из моих книг, из бесед, и какие вопросы задают люди, пожалуйста. Вопрос о сегодняшних днях. Вот сейчас Путин с поездкой по Германии, ну и там в Голландии он будет, в Амстердаме, и там уже, как говорят новости, секс-меньшинство, гомосексуалисты, амстердамские, община там у них, они готовят протест, ну и там видно уже готовятся, там плакаты какие-то там. Путину протест этот свой высказывают, потому что здесь, в России, запретили пропаганду среди малолетних гомосексуализма. Ей хоть такой вопрос. Библия много говорит об этом, это и многие знают, Содома, Гамор, но откуда у нынешних-то гомосексуалистов этих такая смелость? Все, вопрос задан. Да? Ну на первом месте нет страха Божия, о страхе Божии мы сейчас сразу и поговорим об этом. Ну сначала, какие были до этого законы в мире, как на них реагировали? Согласно Слову Божьей Библии, мы видим, это грех был давно уже, и Бог расправлялся с ними так, что дымится по сегодняшний день. А это, древние, вот эти наказания. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 6-11 стих, говорит, были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Вот раньше книга правил была, она сейчас у старобрядцев только осталась, а новообрядческой его скупировали. Там правила Иссияна Великого были. Оказывается, такие там были. И наказание какое? Отрезать детородный член, как только замерили, сразу ему отрезали, далее заклеймили его железным, на лоб ему поставили, пропаяли до самой кости, и теперь сразу же его каменоломни. И оттуда он тележку подвозит, а другие здесь больше света никогда не увидит. Он только на четвереньках подтаскивает туда там уголь, алмазы, чтобы под землей было. Все. Их было очень мало, но все равно они попадались. И об этом сейчас мы посмотрим. Согласно Слову Божию. У нас же ответ-то во свете Библии. Да. Пошу прочитать. После каждого чуть-чуть останавливайтесь, я буду пояснять. Книга Бытия, 19 глава, 5 стих. И вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. Слово познаем означает изнасилуем. Ты познал жену свою? Это означает, спал ли ты с нею? Лот это племянник Авраама. Они жили мирно, но стада стали большими и не умещаются на этих долинах. Ну, Авраам просто вывел его там, где высоко видать, дальше с холма. И говорит, выбирай. Он посмотрел на четыре стороны. Вот как рай, долина одна, Содомская. Он сразу ухватился. А ведь как, говорит, покупай не дома соседа. Об этом молодой человек не подумал. И вот он там был, и написано, мучаясь, он мучился, об этом говорят и Петр, и другие уже апостолы. Он страдал, а сделать ничего не мог. Но внутри он был добр. И вот когда ангелы шли уничтожить этот город развратный, где мужеложество было, ну, примерно, как Амстердам сегодня, самая развратная столица мира. Никто не знал. Они веселились, хвалили друг друга, гей-параду устраивали, и увидели, что зашли некие мужчины к лоту. Он их пригласил, пойдемте, он сидел у ворот города, как Авраам, и ловил странников, чтобы угостить их. Вот какие были люди добрые-то. Ну, и они зашли, он не знал, что это ангелы. Просто как обыкновенных людей. А люди-то видели, мужчины зашли, одеты по-другому. Им какая разница, если у них были постоянные партнеры. Нет, надо нового познать. И вот они пришли и вызвали лота, хозяина, и говорят, выведи их к нам. Ну, как же я гостей-то отдам. Он не спрашивал, зачем вывезти. Он знал их. И неистовый нрав. Но у него были дочери, не познавшие мужа. Он их хранил. Но он говорит, лучше я дочерей отдам. Это естественно будет. А, так ты еще нас учишь. И дальше. Дальше. Теперь читаем, в другом месте. Сейчас скажу, что его вывел Господь, а на город пролил Содом и Гоморру, и на окрестные города пролился с неба огонь. Все. Это образы для нас. Другого никогда не будет. Вот говорят, а как можно избавиться от гомостексуализма и исчезать в течение одного дня, сегодня, только у мусульман. У них там они гей-парады не устраивают, ничего, у них закон. У Сена Великого тоже не было тех гей-парадов. Его допытывали, узнавали, сразу же ему отрезали, и больше он никогда не сделает то, что он делал. И мы посмотрим, как об этом говорят не масоны, не развратители, не комитет трехсот, а как говорит Библия. Библия, вечная книга. Как говорит Коран. Коран – это священная книга мусульман. Как говорят каноны. Некоторые не знают, что такое каноны церкви. Это вот такая есть книга, называется «Каноны». И не знаю, чтобы она не отблескивала, я открою ее. Вот, каноны. Если можно, то вот это, посмотри, это мне личный подарок, подписанный митрополитом Виталием. Видно или нет? Прочитайте, Игорь, слух. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сверху крестик стоит. Игнатию Тихоновичу Лапкину даруется сия, буква И, причем еще русская, книга правил, ради его миссионерской всесторонних трудов во славу Божию и на укрепление и защиту православной веры в Российской Православной Церкви. Российская прямо написано. Дальше. Митрополит Виталий, первый иерарх русской православной зарубежной церкви. Кирио-Пасха 1991 год. Кирио-Пасха означает, она попала на 7 апреля, соединилась с Благовещением. Это данный не Пасха называется, а Кирио-Пасха. Вот на следующий год мы с Виталием встретимся. Еще мы не встречались, и он знал, что у меня всесторонние миссионерские труды. А местные не знают. Игнатий Лапкин, баптист, сектант, и все, то есть умышленно, безбожно лгут, чтобы людей отвратить от истины. Вот эту книгу мне он прислал в то время еще, 91 год. Кирио-Пасха, ну а когда? Коммунизм-то еще не ушел, еще только он пойдет в августе. Это при коммунистическом режиме прошла эта благословенная книга. Я кое-что из этих правил покажу. Правила, данные для жизни, послужили людям для смерти, написано. И мы это тоже поговорим. Книга Судьи. 19 глава, 22 стих. Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома, выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его. Видите, это не в одном месте это дело было. А вот уже дальше Бог не испепеляет огнем. Почему? Ну один раз Лотова жена обернулась, а Господь говорит, вспоминайте жену Лотову, чтобы не было того с вами. Не надо соляными столбами везде ставить там. Ну, вместо себя он отдал наложенство. Они до утра над ней изгалялись, и она умерла. И знаете, чем это кончилось? Жители колена Ефрема, это евреи делали, это не язычники. И далее, что было, он ее разрезал на 12 частей, покойницу, и во все колена раздослал. Поступает ли так? И весь народ пошел истребить их всех. Вот как это было. С ними по-другому никогда не поступали. Эти люди не приравниваются даже к зверям. К зверям. Дальше. 1 Коринфянам, 9 глава, 6 глава, 9 стих. Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. Некоторые не знают, что малаки это те, над кем творят беззаконие. Которая роль папы, это мужеложник, а которую роль мама исполняет со своим непотребным местом. Вот это малаки. Царствие Божие не наследует. Они лишены его навсегда. Это люди, которые будут вечно мучиться в аду. И мы сейчас посмотрим, что с ними будет. Павел говорит, не обманывайтесь. Значит, в его время они были, как бы он называл эти грехи? Ну, Каримский город разврата. Это порт был. И там было при храме там какому? Артемиде, кому служили. Более тысячи этих, которые специально обслуживали только приезжающих. Дальше. 1 Тимофея 1 глава 10 стих. Для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению. Это для кого написан закон Божий. Он в Ветхом Завете уже показал грань, где нормально, а где ненормально. А то сегодня оральный секс, там все такое. Там орали они только, надетые на пики. Что интересно, у евреев, допустим, человек, который, клятва преступник, что ему нужно было сделать? Язык разрезать на части, вытащить его и располосовать. Я к примеру говорю, к примеру, вот, хулил отца и мать, смерть и умрет. Но какое не написано, значит, его нужно в бак с нечистотой поместить, дерьмо прокисшее. Дальше разевали ему рот, и чтобы он глотал и задыхался. А человек, который хулил отца, должен быть повешен. Его, значит, веревкой тянули. Вот они, а бывает, человек во всем виновен, его в бак сажали. Один резал ему язык, другие тянули за веревку, чтобы все виды казни ему исполнить. Это было даже при Нюрминском процессе. Геринг покончил жизнь с самоубийством, и когда уже повесили преступников, и его труп принесли сюда и положили, чтобы, ну, вешать уже не стали, кого вешать-то. Но положили, что он тоже среди них лежит здесь. И участь его будет одна даже труп у него. В Новом Завете это все Павел пишет. Значит, отношения христиан, миллиарды христиан, одинаковые к мужеложникам, должно быть. Я не говорю, что с ними делать. Но внутри себя твердую установку надо иметь. эти люди несчастные, эти люди приготовлены на вечное мучение вместе с дьяволом. Ну, я не знаю, сегодня как относятся у буддистов, это пусть они уже скажут. Далее. В советское время мужеложники с мужеложниками расправлялись, ну, не так круто, как Гитлер. Тот просто уничтожал их сразу. Показывает, как Реммон пристрелил ту же в пасть. Все, готов. Вторая Тимофея, 3 глава, 13 стих. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Они будут преуспевать, их будет много, много, но это всегда было так, чтобы на государственном уровне это одобряли, это насаждали, как в Америке, умышленно. Для чего? Люди не знают, ну, для чего Америка, страна христианская, протестантская в основном. Для чего это делать? Для того, чтобы все, наконец, возопили. И вот на это подойдет Антихрист. Это специальная программа, те, которые приготовляют. Это люди из колена данного все подготавливают. Вам нужно это дальше? Не нужно. Могли навести порядок? Нет, все дети развратные. Рождаемости никакой нет. Ну, как он родится-то, когда не в то место, говорят? Не то дупло попало. И что теперь? А вот теперь, скажут, мы дадим такую личность, которая со всем этим покончит. А почему вы не давали власти мусульманам? Ну, там найдут какой ответ? Там, где мусульманские страны, ни одного мужеложника практически нету. Ну, если он есть где-то, ну, не знаю, это означает, уже двое будут подвержены смертной казни. Игры никакой нету. Это сегодня, в настоящее время, мы говорим, 9 апреля 2013 года. Не я этот приговор выношу. Я христианин, и мыслить по-другому я не могу. С этими зловонными особами или тварями, как угодно назови. Дальше. Исайя 1 глава 9 стих. Если бы Господь солов не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что с Содом, уподобились бы Гаморе. Ну, как Исайя относится в этом тексте? То есть, любовь Божия как-то нас отодвигает от участи Содома, хотя живем, как садомляне. Он с этим соглашается. Но отношение к Содому и Гаморе 750 лет до Рождества Христова было вот именно такое. Оно неизменно было навсегда. Исайя 3 глава 9 стих. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне. Не скрывают горе души их, ибо сами на себя навлекают зло. Это не мои слова. Это слова Духа Святого, который глагол через пророков. Эти люди были движимы Духом Святым. Бог избирал их. И они об этом говорили. Они не стыдятся говорить, они вылазят, гей-парады устраивают. Ну, в Москве не прошло. Вышли люди, там, разгромили их сразу же, там, казаки и проще. Здесь трудно будет. А если власти сейчас пойдет, будет революция. Сметут все. Здесь с мусульманами выйдут на арену вместе. И Путин это понимает. Я не знаю, серьезно он или не серьезно, но он с патриархом, как показывают, вместе стоит, дружит. Я не думаю, что у патриарха Кирилл ничего тут не сказал. Его позиция очень четкая. Его обвиняют самого в этом грехе. Такое безумие. Даже слышать нечего. Это я слышал от Квачкова, который сидит. И думаю, не зато ли ему такой приговор вынесли, что на патриарха Кирилла это говорил. Ну, нехорошими словами на букву П называет его. Ну, я считаю, совсем ни о чем не думать. Не надо думать даже, чтобы возводить на первосвятителя такой смертный грех. Безумие просто. Дальше. Иеремия, 6 глава, 15 стих. Нет, суди. 19, 22. Нет, мы еще не прочитали это. А, вот это? Да. Ага. Иеремия, 6 глава, 15 стих. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет. Нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими. И во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Ну, это все подпадет полностью здесь. Не стыдятся. Грех такой, которого нужно стыдиться. Бывает грех, который еще человек бровирит. Ну, было такое, не законно, а от Иуда там зачела она, фамарь. Это было. Ну, он проиграл. Ну, и дальше никого не убивает. Она рождает. И дальше, что интересно, от этого дальше это предок Христа будет. Ну, а теперь мы видим, что дальше. Так, опять судьи уже читали такое. Судьи, да. 19-22. Повторяем. Да, это повтор. Иуда. Иуда. 1 глава 7 стих. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни, огня вечного поставлены в пример. Значит, если они поставлены в пример, то нам уже здесь толковать не надо. Это действительно так. Это в Новом Завете апостол Иуда об этом говорит. Иной плотью. Какая иная плоть? Мужская. Естественное употребление женского рода. Бог так все и устроил. И устроил оно все естественное в мире. Ну, бывает, вот, когда бычки не подкастрированы, я сын пастуха видел, то у них сплошное мужеложество идет. И поэтому, где бычки, там телочек не оставляют. Они прыгают и прыгают и прыгают. Ну, бывает, малой петушок, он ничего не понимает, еще до осени. Он на петушка заскакивает где-то. Но это же разумный человек. Взрослый петух этого не делает. Они только дерутся за свой гарем-то. Знаете, люди неразумные абсолютно. В природе летает, если самец, бабочка порхает по запаху, самца не ищет он. Там другой запах. Рыба знает, где мечет икру и кто ее оплодотворяет. Во всей природе есть, кроме человека. Для чего не делает? Ну, и демон захватил. Нет страха Божия. Дальше. Левитам 18 глава, 22 стих. Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость. Ну, и что? 3600 лет назад. Значит, уже ложились? Или это у язычников было? И он уже преграду поставил, чтобы не научились этим грехам от язычников. Не ложись. А что если ляжет? 20 глава, 13 стих. Левитам. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделались мерзость, да будут преданы смерти кровь их на них. Так у них крови-то никакой не было. Значит, кровь их, которая прольется, она падает на них, а за эту кровь никто не отвечает. Они сами себя убили. Вот что значит, кровь его на нем. Это означает, я сам себя зарезал. Ответ один, вот он где. И мусульмане, которые не знают христианского закона, они поступают по Ветхому Завету и поступают согласно их вероучению, как это записано. И это не... Ну, религия не сегодня возникла все-таки 1300 лет. И 1300 лет они все это выжигают. Но они буквально все это понимают. И все эти понимают, что если он придет к власти, вот тот, Мухаммад-то, он в один день очистит все. Ни одного мужеложника не будет. Ни одного. Потому что один нечестивец наводит проклятие на всю страну, как Ахан-сын Зары. Иисуса Новина, 7 глава. Они так, ну, грешит, и пускай грешит. Мы внутренне должны не согласиться с этим. Я не пойду воевать, я не буду выравить у них плакаты, я ничего не могу сделать. Но я стою перед Богом и плачу. Господи, да не превратится этот город в Содом. Сделай, что нужно. И вдруг выходят люди, патриоты, ломают, крушат, там бабка стоит костылем, его бьет. Все, задохнулась собачья свора. И больше ничего не будет. Все, они в Москве-то больше не пытаются. Стали на пути русские патриоты. Значит, есть еще какие-то силы в России? Дальше. Матфея 11 глава 23 стихи. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не зверкнешься. Ибо, если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. А вот здесь надо о чем подумать. Такие силы явленные, знаем, жития святых, это уже в первую очередь относится к православному, что мы живем хуже этих садомлян. Столько чудес у нас. Вы сами говорите, чудотворные там иконы. Ну, вы верите в это, верите во все, что написано. Да как же такое можно было допустить? Если бы явленные такие были чудеса в Капернауле, Христа-то практически не верят люди. Приходят на Пасху, постояли. Я не буду к чему-то обращаться, обращусь к известным, кто выступает. Осипов, профессор Алексеевич, об этом говорит Дмитрий Смирнов. Люди приходят и уходят. Никакого изменения это не происходит. Они криком кричат. И патриарх Кирилл состояние церкви назвал духовные развалины. Так вот, нам-то хуже, чем Содому этому будет. Православным. Дальше. Отфея 11 глава 24 стих. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Ну, это понятно. Даже, Господи, так они же потребили огню. Огню, да, но этот огонь, который в Содоме, это еще не вечный был огонь. Они, вот, а вечный огонь получат потом. И вот, им отраднее будет. Да куда отраднее, это же огонь. Самая легкая смерть в воде, говорит Златоос, в воде. И самая тяжелая от голода, когда умирает человек. Ну, огонь где-то там посредине. Ну, и то отраднее будет. И римлянам. 1 глава 24 стих. Кто и предал их Бог в похотях сердец и их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. И дальше. Римлянам 1 глава 26-27 стихи. И потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественное. Лесбиянство, лесбиянство. Вот оно уже было. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Я когда первый раз прочитал, Иуду говорят, гоняя за иной плотью и прочее у Иуды. О чем это? Так будет всеми мечтателями, оскоряющими плоть. Я вообще, ну, мечтает, и все, к слову сказать, слово мечта, мечтание, мечтатель, в Библии имеет только отрицательный смысл. Они, говорят, во время совокупления, не довершая акта, спускали семя в руку, в пригорши, это Феофилак говорит так, и глотали. Этим пытались перед другими показать, мы делаем как-то не так. Ну, это блаженный Феофилак описывает, зная, как тогда это все было. А сегодня я вдруг вижу, выступают там эти татошки там какие, это все они официально это делают. Это то состояние, когда тьма огустела, мрак захватил все, и близок Господь. Он очень близок. Значит, делая срам, и получая возмездие за свое заблуждение в самих себе. Они болеют, и говорят, тут происхождение спида, как-то связано с этим. А тут начинают говорить, его нету спида. А куда он делся вдруг? Был, был, лечили, умирали, и вдруг его нету. А это афера, то другое, и люди верят, а сами продолжают умирать. Народ совершенно безмозглый, тупой, и не желающий развиваться. И вот есть правило из книги правил, которую я показал. Вот эта вот книга правил. И в ней есть правило семи вселенских, девяти поместных, соборов, и семнадцати святых отцов. Я повторяю, сколько здесь правил? 989 было с Есениановыми, а отдельные, которые оставлены сейчас вот здесь вот, это 719 правил. Из них 413 в православной церкви ежедневно, целенаправленно, умышленно нарушаются. Ну, я занимался несколько лет. По каждому собору какое правило, я должен знать правила и должен знать состояние в церкви. Ну, торговля запрещена, она в храмах торгует. До 30 лет нельзя ставить священники, сплошь и рядом ставят. До патриарха все виновны. 6-й вселенский собор, 14-го, 15-го правила. Книга-то, книга дана для того, чтобы исполнять, и написано 6-й вселенский собор. Второе правило. Это изрекли трубы Духа Святого. И вот начинают умничать. Ну, чего вы умничаете-то? Когда 630 епископов только на одном соборе было со всей вселенной-то. Они нам считают, так же жили, как мы. Такое же общество было. Правила как бы небывшие делаются. Эпитемии не налагаются. За аборт женщина сделала аборт. Она пришла и принесла покаяние. Ее не надо ловить. Священник обязан отлучить ее на 10 лет. Правило Васильевика 2. Второе. Так и никто не будет ходить. А тебе не надо об этом рассуждать. Кто позволил комментировать. Ну, а если сейчас так будет, не надо думать об этом. Ему дано повеление милиционеру остановить пьяного и не измерять его. Пьяный, пьяный. Значит, его пороть надо, как вот мы смотрели там в Сингапуре. Все. Дернуть его и на этом, конечно, и показывают, как бьют, и как течет кровь, и какая у него там задняя часть. Он на нее не сядет, может, полгода. У него законы. Тут же врач сидит, освидетельствовали, показали, медицина. И он знал, знал. Распишись, что знал. Если вот он знали, знали. Тут же его истиненовым законом и все кончилось. Они забыли бы это. Завтра женились бы и рожали детей и работали бы. Солженица написывает об одном парнишке. Он с ним встретился и говорит, а что ты сейчас делаешь, работаешь? Что сделаю? Ворую. Я вор. А вот пока немцы не пришли. Ты чем занимался? Да я маленький был. Я уже воровал вовсю. А немцы были. Так они же убивали этих. Поэтому я пошел работать. Немцы ушли, пришли советские, он снова пошел опять воровать. Вот и все. Страха-то нету. Ни человеческого, ни Божьего. Вот правило Василия Великого. Василий Великий жил до 4 век, до Иоанна Златооста. И вот правило 7. Пожалуйста. Мужеложники, и скотоложники, и убийцы, и отравители, и прелюбодеи, и идолопоклонники того же осуждения достойны. То есть одинаково. Поэтому правило, какое имеешь, о прочих соблюдай и о сих. А о принятии каявшихся 30 лет в нечистоте. То есть 30 лет отлучали от церкви. Так они не будут ходить. Будут ходить. Иначе будет такой бойкот. Оно ни в магазин, никуда не выйдет. Тогда дисциплина была государственная, теократическое государство. Он будет ходить, но только будет стоять на улице. Дождь, что угодно, он там будет стоять. Которую соделали в неведении и сомневаться нам не надлежало. Ибо и неведение творит их достойными снисхождения. И добровольное исповедание, и протечение столь долгого времени. Ибо они едва не весь век человеческий преданы были сатане. Да научатся не бесчинствовать. Поэтому повели уже неотложно принять их. 30 лет они были на отлучении. Ну, больше полжизни. Говорят, ну, прими их туда, прими. Теперь можно в церковь принять их. И тем более, если имеют слезы, преклоняющие тебя к милосердию и являют житие достойное милование. Об этом говорит 6-й Вселенский собор, Анкирский, 16-17-20-22-е, Василий Великого, вот все правила, и Григория Низского. Василий Великого, 62-е правило. Явившему неистовство в мужеложестве время для покаяния да расположится сообразно времени беззаконувавшего прелюбодеяния. То есть правила менялись, какие народ менялся, и по этому правилу стали более легкие. Вот такие вот. Василий Великий, 7-е, Григория Низского, 4-го. На что он ссылается? Григория Низского, хорошо, читаем. Грехи, бывающие от вожделения и сладострасти, разделяются следующим образом. Иной называется прелюбодеянием, а иной блудом. То есть ну прелюбодеяние это женатый, а блудом неженатый, тот же самый грех. Некоторым же тончайшим исследователям заблагорассудилось и грех блуда именовать прелюбодеянием, поскольку один есть законный союз жены с мужем и мужа с женою. Итак, все незаконное есть уже противозаконное и в землющей несобственное очевидно в землю чужое. То есть чужую жену она не принадлежала, ибо человеку дана от Бога одна помощница и над женою поставлена одна глава. Итак, если кто стяжал себе по выражению Божественного Павла свой собственный сосуд, это 1-й фесталоникинзм 4-4, тому закон естественный предоставляет праведное употребление его... То есть женщину. Ты с ней бываешь, услаждайся ей, грудью ее, да упоевают тебя, но законная супруга. Но если кто обратится не к собственному, таковой без сомнения чужой расхитит. Для всякого чужое есть то, что не есть его собственное, хотя бы и не было ввиду владельца оное присваивающего. Посему строже исследовавшим сей предмет блуд представлялся недалеко отстоящим от греха прелюбодеяния, ибо и Божественное Писание говорит «Немног будь к чуждим». Притча 5-й глава 20-й стих. Но поскольку к немощнейшим отцы являли некое снисхождение, то положено всем грехе общее различие таковое. Блудом называется исполнение похоти, соделанное с кем-либо без обиды другому. А прелюбодеянием навет и обида чужому союзу. То есть уже она с чья-то жена, и с ней совокупился. К этому относят скотоложество и малышеложество, потому что сии грехи суть прелюбодеяния против естества. Поскольку причиняется обида чужому роду, и при том вопреки естеству, при таковом разделении видов и сего греха общее врачевание состоит в том, да, соделается человек через покаяние чистым от страстного неистовства к таковому плотовугодию. А не так, что прости Господи и все, святые отцы были не глупее нас. Вот он показывает, для того, чтобы потом были чисты от страстного неистовства. Поскольку же у осквернившихся блудодеянием не сопряжена с этим грехом обида, того ради сугубое время покаяния приняло тем, кои осквернили себя прелюбодеянием или иными студодеяниями, как то смешением со скотом или неистовством к мужескому полу, к мужскому даже. Ибо в всех случаях, как речено мною, грех становится сугубым. Один состоит в непозволительном сластолюбии, а другой в обиде другому. Да будет же некое различие образа покаяния во грехах сладострастия, возбудивший сам себя к исповеданию грехов, как уже начавший врачевание своего недуга тем самым, что решился по собственному побуждению быть обличителем своих тайн, и как показавший знамение своего изменения к лучшему. Да будет под эпидемией более снисходительную, а уловленный возле или по некоему подозрению или обвинению невольно обличенный подвергается продолжительнейшему исправлению, дабы со строгостью быв очищен таким образом принят был к общению святых тайн. То есть явка с повинной уже учитывалась, а сам себя пришел, я впал в грех и много плачет, ему одна треть уже строго сбавлялась. Досрочное освобождение, условно досрочное, так назовем. Правило всем таково, осквернившиеся блудодеянием на три года да будут совсем удалены от церковной молитвы. То есть только на улице стоять. Три года да участвуют в одном лишь слушании писаний. Шесть лет уже. В иные три года домолятся с преподающими в покаянии. Девять. И потом да причащаются с препятствами. на девять лет отлучался. Для приходящих же покаяния ревностнее и житьем своим показующих возвращение ко благому, позволительно устрояющему полезное в церковном домостроительстве сократить время слушания и скорее приводить он их к обращению. Подобно сократить время и сего и скорее допустить до приобщения сообразно с тем, как он собственным испытанием дознает состояние врачуемого. Ибо как воспрещено повергать бисер пред свиньями, так безместно было бы и лишать драгоценного бисера того, который через удаление от греха и очищения уже сделался человеком. А до этого он, который грешил и не каялся, походит он и не человек. Беззаконие же. Содееваемое прелюбодеянием или другими видами нечистоты, как выше речено, по всему тем же судом добудет врачуема, как и грех блудный, но с усугублением времени. При всем также добудет наблюдаемое расположение врачуемого, подобно как и одержимого нечистотою блуда, дабы или ранее, или позднее подавалось им причастие благо. После этого можно причащаться. Об этом где апостольское правило, шестой вселенский. Вот мы посмотрели, что об этом говорит Библия. Мы знаем, как относятся в житиях святых одинаково везде. Я обращаюсь уже к двум миллиардам мусульман, которые под этим законом. И сколько у них рождается. Это во всех отношениях противно здравому смыслу. Вот этому же ложеству. А то, что они там что-то Путин, то другое у него на пути стоят для него что это? Если он искренне верит, что правильно делает, Златоуст говорит, мнение безбожника это писка мораж жужжение жука каркань вороны. На Путина это нисколько не повлияло. И он наоборот здесь выглядел достойно человеческого образа. Он их не поддержит. Если он здесь уже не поддержал, а что бы он там их поддерживал-то? Я думаю, что это положительно. Раз он путешествующий, да сохранит его Господь от покушения, чтобы вернулся и добрые дела продолжил, а худые, даже которые сам сделал, попал под эти пемью, перенес и стал человеком. Вот так. Аминь. Только написано, чтобы стать человеком, надо сначала раскаяться. Все? Слава Иисусу Христу! Вовеки веков, аминь.